Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. А что советские граждане называли пылью индийских дорог? Кофе в СССР был продуктом дефицитным. В 80-е годы нужно было постараться, чтобы достать растворимый индийский кофе, который в народе именовали как пыль индийских дорог, из-за сходства с коричневой пыльной почвой азиатских стран. В основном гражданам приходилось довольствоваться кофейными напитками с большой долей цикория, каштанов, ячменя или сои, которые произрастали в СССР. А как относительно свободно можно было купить в СССР дефицитную гречневую крупу в 1980-х годах? Гречневая крупа в Союзе была в дефиците. Ее свободно продавали разве что в отделах с продуктами, предназначенных для диабетиков. Чтобы купить ее, нужно было продавцу предоставить справку от врача. В одни руки выдавалось не больше килограмма. Этот же продукт включали и в специальные продуктовые заказы для отдельных групп людей-ветеранов. Проблема была в том, что на колхозных полях было намного выгоднее сеять пшеницу или кукурузу, а не гречку. А с какой формулировкой британская рок-группа Pink Floyd попала под запрет в СССР в 1983 году? В 70-е годы музыка британских рокеров Pink Floyd звучала в эфире советского радио. Благожелательные статьи про них проскакивали в прессе. В 1983 году вышел антивоенный альбом Pink Floyd The Final Cut. В песне Get Your Fillsy Hands Off My Desert есть строчка Брежнев взял Афганистан, Бегин взял Бейрут, Галтиэри взял Юниан Джек. Это отсылки к военным конфликтам того времени. Ввод советских войск в Афганистан, взятие Бейрута израильской армии при Минахиме Бегине, вторжение Аргентины на Фолклендские острова. Этим-то Pink Floyd и извратили внешнюю политику СССР. А кем по специальности была героиня Лии Ахиджаковой в фильме Гараж? Гараж – советский сатирический трагикомедийный фильм 1979 года. Действие происходит в СССР в конце 70-х годов в вымышленном НИИ охраны животных от окружающей среды. Сотрудники института организовали гаражный кооператив «Фауна», и сюжет фильма посвящен заседанию членов кооператива. Лия Ахиджакова сыграла Елену Павловну Малаеву, младшего научного сотрудника, герпетолога, специалиста, изучающего земноводных и присмыкающихся. А что было дополнением к талону при сдаче макулатуры, когда эта сдача проводилась несколько раз, например, для 20 кг или 40 кг? В СССР существовала сеть приемных пунктов магазинов «Стимул», куда граждане сдавали макулатуру. После единовременной сдачи 10 кг макулатуры выдавался талон для приобретения дефицитной книги. Однако купить книгу можно было только после сдачи 20 кг макулатуры за один том. При последующей сдаче дополнительных килограммов на талон наклеивали марки. Если художественная книга шла в двух томах, то нужно было сдать 40 кг макулатуры. А как изначально называлась советская музыкальная рок-группа кино? Группа кино первоначально называлась «Гарин и гиперболоиды», по аналогии с фантастическим романом Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». В начале 1983 года название коллектива сменилось на кино. А как назывался Международный молодежный фестиваль патриотической песни, проходивший в Сочи с 1967 по 1990 год. «Красная гвоздика» – международный молодежный фестиваль патриотической песни в Сочи с 1967 по 1990 год. Одна из целей фестиваля – объединить творческие силы народов мира под эгидой коммунистической идей и советского идеала жизни. Среди песен, получивших премию фестиваля, была песня «Нежность». А какое название получил советский суп, в который добавляли взбитое яйцо? Это суп кудрявый или кучерявый. Своё название суп получил из-за особенностей рецепта. Суп готовили на курином бульоне, добавляли вермишель, а в конце приготовления вливали взбитое яйцо, которое расходилось хлопьями, этакими кудряшками. Те, чьё детство выпало на советские времена, с удовольствием уплетали этот суп в детских садах и школьных столовых. А дома мама и бабушки варили его, когда кто-то из домочадцев заболевал, ведь куриный бульон – отличный помощник в борьбе с простудой. А что в СССР выпускали под названием «Завтрак туриста»? Консервы «Завтрак туриста» появились в СССР в конце 1950-х годов. По существу, это продолжение выпуска полюбившейся потребителю тушенки. Согласно ГОСТу 1976 года, консервы «Мясные завтрак туриста» могли делаться из выдержанного в посоле с пряностями свиного, говяжьего или бараньего мяса второй категории. Кроме того, в советские времена был завтрак туриста, состоящий из ленивых голубцов, капуста с тефтелями, тушенка с гречневой кашей, а также рыба с рисом или перловкой в томатном соусе. Соответственно, последняя категория консервов редко пользовалась спросом и обычно надолго задерживалась на полках магазинов. А какой советский юморист ввел в широкий советский обиход слова «авоська»? Название «авоська» происходит от русского слова «авось», синоним «возможно», «надеюсь». Впервые широко слово прозвучало в 1935 году в монологе в исполнении Аркадия Райкина, одним из персонажей которого стал невзрачный мужичок с сумкой в руках. И, демонстрируя ее зрителям, он объяснял, а это «авоська». «Авоська я что-нибудь в ней принесу». В 1931 году в Москве был взорван храм Христа Спасителя. А что советская власть планировала построить на этом месте? Дворец Советов – неосуществленный проект строительства высотного административного здания в Москве для проведения сессии Верховного Совета СССР и массовых демонстраций. В 1931 году на месте предполагаемого строительства Дворца Советов был взорван храм Христа Спасителя. Подготовительные работы начались уже на следующий год. Фундамент Дворца был завершен в 1939, но из-за начала Великой Отечественной войны проект заморозили. Позже на этом месте открылся самый большой в мире открытый зимний бассейн Москва. А в каком городе до 1934 года находилась Академия наук СССР? Академия наук СССР в 1925-1991 годах это высшее научное учреждение СССР, объединявшее ведущие научные институты и ученых СССР, подчиненное Совету министров СССР. До 1934 года Академия наук СССР находилась в Ленинграде, затем переехала в Москву. А какая страна планировала напасть в 1945 году на СССР, согласно плану Немыслимая? Операция Немыслимая, разработанная по указанию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля британским штабом военного планирования в глубочайшем секрете, предусматривала военный поход на СССР сразу же по окончании Второй мировой. В планы операции входили разгром советских войск на территории бывшего нацистского рейха и новое вторжение в Советский Союз, а также тотальное разрушение с воздуха советских городов с использованием ядерного оружия. Силы, предназначавшиеся для Блицкрига, включали бы как англо-американские войска, так и немецкие, польские и венгерские дивизии. А в котором часу у парадия звучал гимн Советского Союза. Утро большинства обычных граждан Советского Союза начиналось с гимна. Звучал он в 6 часов утра и для многих эта песня становилась самым лучшим будильником. Чтобы его выключить, приходилось вставать, так что быстрый подъем был обеспечен. Радиовещание заканчивалось в 12 ночи, и молодежь этим вовсю пользовалась, оставляя радио включенным, а утром вставали с первыми аккордами. А каким было первое слово, произнесенное Шариковым в собачьем сердце? Абыр-абырвалк. Именно так точно звучит первое слово Шарикова после превращения из собаки в человека. Само слово абырвалк происходит от прочитанного справа налево главрыба. Такое название носили большинство магазинов в советское время, которые занимались поставками рыбы в магазины. Пес Шарик, согласно Булгакову, умел читать, но читал справа налево, так как подходил к магазину всегда с правой стороны, опасаясь милиционера. А в каком союзном городе выпускалась жевательная резинка Калеф. В Эстонии, в городе Таллинн находится кондитерский завод Калеф. Это предприятие регулярно поставляло по всем республикам союза различные кондитерские изделия, шоколад, мармелад, карамели и другие сладости. В начале 1967 года руководство Калеф принимает решение освоить выпуск жевательной резинки. Она была очень твердой, даже нельзя было разделить на две части, и ее сняли с производства. Новый виток в истории жвачки Калеф начался в середине 70-х. Голос этого мальчика знала вся страна. Его прозвали советским Робертино Лоретти. А как его имя? Антошка, пусть бегут неуклюже. Голубой вагон, не дразните собак, вместе весело шагать. В середине 1970-х Сереже Парамонову, который пел эти песни вместе с большим детским хором, подпевала вся страна. Но в 14 лет у Сергея начал ломаться голос, и он ушел из хора. На этом его звезда угасла. А какой спортивный инвентарь выпускался под названием «Ласточка»? Московской экспериментальной фабрикой спортивных изделий выпускались ракетки для бадминтона под названием «Ласточка». Они отличались удлиненным сплющенным стержнем и довольно легким весом. А какая фамилия была у героя Абдулова в фильме «Самое обаятельное и привлекательное»? «Самое обаятельное и привлекательное» – советский художественный фильм 1985 года режиссера Геральда Бижанова с Ириной Муравьевой в главной роли. Снятый на «Заре перестройки», он стал одним из самых популярных фильмов того времени. Александр Абдулов сыграл в фильме модника и красавчика Володю Смирнова. А теперь традиционный бонусный вопрос без ответа – какой знаменитый советский фильм 1964 года показан в данном коротком сюжете. Напишите в комментариях свой вариант названия этого советского фильма. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах.